Смотрите, по вторичному жилью, многие кто будет выбирать квартиры, как вы контролируете цены, чтобы сейчас квартиры не пошли в цене опять? Средняя цена зафиксирована и это доведено в том числе до риэлторов и до продавцов. Первое, мы просим оценку стоимости данного жилья независимой компании, то что должен продавец предоставить. И это, я считаю, что это правильно, если ты продаешь свое жилье, чтобы, ну, во-первых, исключить такие моменты, что договор между покупателем и продавцом, там типа давайте завысим цену, государство все равно купит. Нет, это не пройдет. Во-первых, должно быть оценочный акт. Во-вторых, при приобретении квартир мы сейчас все документы убрали, да, говорим только продавцу, предоставь нам все документы. То есть это доверенности различные, нотариальные документы, да, там согласие супруга, супруги там и так далее. Все эти документы, пакет документов, они должны предоставить. Они останавливают это предоставление, они тормозят, не мы. Но если человек захотел, это же моя квартира, например, да, я ее продаю, год не могу продаться, и тут вижу, ажиотаж сейчас будет. И я такой, подниму-ка я вверх. Ну, значит, не продаст он. Не продаст? Конечно. Ну, мы же не можем, да, смотрите, мы же, да, система еще какая, его делает оценку, оценочная комиссия, они должны предоставить нам оценку. Мы также, как бы, никого не заставляем, они сами выбирают оценщиков, делают оценочный акт на данный момент, допустим, сколько стоит такая квартира. Она все равно будет привязана к средней цене на рынке, по-другому она не получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...